здравствуйте друзья здесь демитков юрий в прошлом видео я рассказывал про различные инструменты как сравнивать там графики и если вы заметили там я упоминал о том что в 90-е годы очень здорово была ситуация когда сбербанк начал выдавать кредиты под скажем 6 процентов годовых потом под 11 процентов годовых а в то время была инфляция в районе там 800 900 процентов и можно было просто взять деньги в кредит купить например доллар и через год отдать эти деньги получить бешеную прибыль на кредитные деньги ничего не вкладывая вообще есть актив который растет быстрее чем ставка по кредиту и если мы возьмем акции то да это возможно но там огромный риск то есть никакой гарантии нет что акции вырастут на протяжении года например но есть моменты когда гарантированно можно получить вот со стопроцентной буквально гарантии можно получить прибыль на разницу между кредитным процентом процентом по кредиту и процентом по активу вы скажете сказки смотрите мы сейчас находимся на сайте открытие брокер и здесь посмотрите тариф универсальный это вот официально брокер предлагает на тарифе универсальным смотрите фондовый рынок комиссия брокера с учетом биржевых сборов вот заключение значит стоимость использования плеча 16,4 процента если мы берем шорты 13 процентов и стоимость использования плеча под обеспечением еврооблигаций в портфеле фондовый рынок московской бирже 3 75 процента годовых валюте понимаете теперь заходим в квик вот я тут сделал табличку совершенно стандартную любой кто закончил курсы биржи для чайников совершенно спокойно может эту табличку сделать это я здесь вывел все еврооблигации которые есть на московской бирже которые доступны нам на фондовом рынке и здесь какие облигации значит ну я отсортировал те которые ниже 100 тысяч долларов сша то есть вот это вот смотрите здесь номинал 100 долларов и минимальный лот 100 штук то есть 10 тысяч долларов сша вот здесь тоже 10 тысяч долларов сша вот они то есть я отсортировал и по доходности я их расположил эти облигации теперь смотрите помним да что мы можем взять деньги в кредит у брокера под 3,75 процента годовых смотрим доходность 1799 но что это давайте мы смотрим что это такое это сибирский гостиниц биржевая облигация вот так как она биржевая у нее статус немножечко ниже и доходность подозрительно высокая я бы не советовал ее брать вот теперь дальше совком банк совком банк две штуки значит смотрите вот здесь последняя графа субординированные субординированные это значит ну риск там повышенный доходность да высокая 9 и 845 но они субординированные и здесь надо прежде чем брать такую облигацию надо внимательно внимательно смотреть я вам тоже ее в общем сказать ну советую если вы захотите то блин всю информацию возьмите по ней вот далее значит делпорт смотрим информацию об инструменте тоже биржевая облигация я честно говоря не знаю необеспеченные торги запрещены кстати вот то есть в кредит ее бы взять нельзя вот теперь разрешены где разрешены необеспеченные торги вот они газпромбанк газпромбанк 37 самая высокая доходность погашение в 37 году но к сожалению 100 тысяч долларов минимальный лот а вот следующий газпромбанк погашение в 34 году 10 тысяч долларов уже вполне доступно каждому вот доходность 508 то есть мы можем взять у брокера кредит ну для этого надо иметь 10 тысяч долларов на счете и тогда мы можем взять скажем на 10 тысяч долларов одну облигацию сами а на 10 тысяч еще в кредит то есть мы можем на 10 тысяч долларов взять две облигации дальше идет веб-лизинг тоже в принципе весьма-весьма-весьма-весьма дальше идет альфа банк дальше идет ГТЛК государственная транспортно-лизинговая компания это государственная компания тоже высокая доходность веб-23 он у меня в портфеле 4,33 процента годовых Росэксбанк ну российский экспортно-импортный банк насколько помню вот я ничего не могу сказать по нем да и торги не ведутся смотрите торги ведутся по веб-23 ему активно который у меня в портфеле то есть это ликвидные вполне облигации но правда пока еще только одна сделка сегодня завершена и РУС-28 самая активно торгуемая облигация та самая про которую я ну достаточно много говорил есть у меня видео на эту тему она у меня есть в портфеле вот она РУС-28 моя любимая посмотрите доходность 3,98 много это или мало но дело в том что это государственная ценная бумага РУС-28 в отличие вот от всех остальных все что не РУС это корпоративные а все что РУС это не корпоративные а государственные в чем отличие в том что с купонных выплат не берется 13% налог подоходный в отличие от других то есть это чистые деньги и есть еще одна плюшка очень мощная нет налога на валютную переоценку в отличие от других то есть когда мы продаем считается что мы ее купили при том же курсе при котором было а у других например если доллар вырос облигации например мы не получили ничего то мы еще заплатим на разницу валютной переоценки поэтому вот это вот очень приятная штука и ну и посмотрите она наиболее торгуемая у нее цена последней сделки 165,55 соответственно размер купона 63,75 у нее бешеная купонная доходность 12,75 вот поэтому вот эта вот облигация она наиболее интересно и давайте посмотрим что будет если мы ее возьмем в кредит я сделал еще одну табличку посмотрите вот здесь и посмотрите Россия 28 номинал 1000 долларов вы видели купонная доходность 12,75 цена 165,57 я рассчитывал накопленный купонный доход я из той таблички взял 2,47,82 доходность текущая 3,98 процента это текущая доходность в валюте вот например мы имеем на счете 1800 долларов США покупаем две таких облигации цена 1600 так да цена это ну вот цена это в процентах к номиналу а это сколько денег мы заплатим 1655,7 доллара плюс нкд итого мы заплатим 1658,18 дело в том что ну совсем недавно вот буквально только что по этим облигациям был выплачен купонный доход я его получил вот итого за две облигации мы заплатим 3316 долларов ну и 36 центов вот что получается получается что 1800 долларов наши а в кредит мы взяли 1516 долларов 36 центов процент за кредит за который мы взяли 3,75 процента годовых в валюте вот от этой суммы я посчитал разница между 3,98 и 3,75 всего 0,23 процента получаем получаем 1800 долларов я умножил на 3,98 процента мы получим 71,64 и на кредитные деньги сверху сверх кредита нам дадут 3,49 доллара это немного конечно так сказать вы будете смеяться конечно да что тут ну извините инфляция не те не та купите машинку времени вернитесь в 90 вот там все будет хорошо получаем доходность общая 71 доллар плюс 3 доллара значит 75,13 доллара и итоговая доходность получается вместо 3,98 процентов которая была вот она вот она 3,98 процентов которая обещана была с самого начала а у нас сейчас 4,17 получилось с учетом вот того что мы взяли в кредит и получили дополнительные деньги то есть мы увеличили доходность буквально на сколько там на 0,2 процента я понимаю что это не много вот но оно как бы существует такое и как только мы находим текущую доходность выше чем чем процент по кредиту то можно брать в кредит вот но опять же текущая доходность как я показывал в предыдущем видео она может быть ну краткосрочной поэтому там можно брать данные активы и она ожидаема на самом деле она не гарантирована то есть там мы взяли быстренько в кредит с плечом отыграли и приветик а значит вот здесь можно взять деньги в кредит буквально на год два три держать эти облигации получать повышенную доходность и но я вам скажу такое нигде вы не найдете больше кроме как в открытии брокер ну вот потому что у них такая низкая кредитная ставка по валютным обязательствам по валюте вот и если вы думаете что я что-то не понял и так далее нет ничего подобного мне об этом сказали прямо вот в открытии брокер сказали берите пожалуйста это возможно вот какие риски да риски есть конечно риски если вдруг россии объявят дефолт есть такой риск или нет ну оценивайте сами вот кто быстрее сдохнет россии открытие брокер вот ну короче говоря это уже шутки на самом деле то есть понятно что россия дефолт в ближайшие годы не объявит абсолютно железно ну и соответственно открытие брокер это ну я не знаю там третье повеличение брокер россии поэтому он тоже совершенно никак не накроется вот россии у нас в россии не предвидится национальный бунт в общем сказать леворадикальный поэтому здесь все гарантированно вот ну а чтобы купить эти облигации надо открыть брокерский счет в открытии брокер понятно что для этого нужно зарегистрировать его как это сделать вы видите ссылочку под моим видео там значит на мой сайт на сайте нажмете модельный портфель абсолютно бесплатно вы получите информацию о том как открыть брокерский счет ну а если вы захотите самостоятельно строить вот такие таблички научиться и торговать на бирже в терминале квик это вот табличка была построена в терминале квик то конечно вам будет ну необходим курс молодого бойца биржа для чайников которые вы там же на моем сайте можете приобрести абсолютно спокойно за какие то ну вообще чисто символическую плату вот поэтому присоединяйтесь пожалуйста получайте прибыль и оставайтесь на моем канале потому что я вам буду рассказывать много еще интересных всяких плюшек до встречи с вами был Демитков Юрий субтитров